Кто победит в заезде? Старый добрый McLaren 720S или же новенький McLaren 750S? Ответ мы получим лишь после серии заездов на 400 метров. Я Мэтт Уотсон, и вы смотрите Карвау. А начнем мы с того, что я... Хотя нет, сегодня ведь со мной Энди, или же мальчик-безопасная машина-снимальщик, расскажет вам все. И он расскажет вам про 720-й, так что... Энди, как ты? Отлично. А ты как, Мэтт? Прекрасно. Ну что, готов рассказать нам о своей машине? В прошлый раз она не смогла раскрыть себя на всю. Надеюсь, что сегодня это изменится. McLaren это, конечно, McLaren, но порой даже он не может. Ну, даже лучшие порой ошибаются. Однако, теперь моя машина прошла тюнинг, тут новый капот, крылья и не только. Я готов к заездам. А еще я отомщу тебе за свой позор. Ага, ну ладно. Но вообще-то, по сути, ты сам был тогда виноват. Ты хотя бы на краску не скинул свой проигрыш. Хотя мог бы. К слову, белый цвет идет в твоей машине гораздо больше. Знаешь, старые McLaren были проблемными. Они тогда любили поиграть с карбоном. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Ну, эксперимент, очевидно, был неудачным. Но в целом он был занятным. Ладно, расскажи о машине. Четырехлитровый V8 с двойным турбонадувом. 720 лошадок, 770 ньютон-метров момента, семиступый автомат с гидротрансформатором. Ну, а на моей все то же самое, но лошадок немного больше. 750. И момента тоже больше. То есть его тут 800 ньютон-метров. Та же семиступенчатая КПП с гидротрансформатором, задний привод, а вес наш примерно одинаковый. Но это не единственная разница. Есть кое-что еще, что может повлиять на результат. У этой машины есть надлежащий дифференциал повышенного трения, тогда как у той машины его нет. Боишь, что нет? Это странно. Это меня удивляет, ведь такой дифференциал важен. Это так-то спорткар и бла-бла-бла. Но благо они додумались, и хотя бы эта машина с ним. Но на весе это также сказалось. Но управляемостью это добавило. А перед началом заездов начнем с классической для Карвао проверки звучания. Начну сегодня я. Ну что же, заводись, Макларен. Неплохо. А теперь твоя очередь, Энди. Да, уж звучит очень схожим. Пожалуй, нам пора перейти к заездам. Три, два, один. Прокрут у меня был хуже, но начал я лучше, чем он. У него нет и шанса. Мне кажется, или наши машины смогут проехать лучше. Я ведь прав, Энди. Давай прокатимся еще разом. Соглашусь, ведь с Лаунч контролем у меня были проблемы, и это сказалось на начале заезда. Не переживай, мы еще это выясним. Ведь я тоже мог начать этот заезд гораздо лучше. К тому же, я уверен, что ты можешь не просто прокатиться куда лучше, но и победить меня, если постараешься. К тому же, не забывай про передачи, с ними также можно добиться гораздо большего. Я думал, что они будут переключаться быстрее. Серьезно? Они могут переключаться еще быстрее? Я не знал. То есть, твоя машина переключает их быстрее? Могу ошибаться, но вроде как да. Они тут переключаются, как на 765-й, кажется. Но это не точно. На монтаже поправить, если что. Просто вставь на экран, правда ли это, и значение этой разницы. Три, два, один. Начали нос к носу, но я все же быстрее. Ты явно начал заезд лучше меня, но я все еще сумел победить. Да, кажется, ты прав. Обычно мы ездим до трех побед, но сегодня я предлагаю прокатиться еще один разок. Все ради практики, ты не подумай. Три, два, один. А вот это действительно опасно. Мы начали нос к носу. Кажется, на этот раз победа будет за ним. А он хорош. А я ведь знал, что твоя машина может. Просто ей нужно время, чтобы размяться. А потом она просто мчится вперед. Я не могу не отметить то, как великолепно ты начал заезд. Ну, что сказать, задние колеса под углом в 35 градусов и вперед. Это мне помогло. Ты, наверное, ехал без этого трюка. Да, так и есть. По стандарту это 38 и 35. К тому же ты так хорошо их прогрел. Ну что, еще разок. Три, два, один. И снова он начал лучше. Кажется, рекорд на этот раз я не установлю. Черт, да я замедляюсь. Энди, а это уже интересно. Ты будто ускоряешься с каждым новым заездом. А я, наоборот, замедляюсь. Все дело в шинах. Они прогрелись, и теперь меня не остановить. Ну что же, последний заезд, и он станет решающим. Три, два, один. Все идет как по маслу. Скажу тебе честно, нужно кое-что проверить. Стюарт, скажи, а фальстарта не было? Нет, у тебя не было фальстарта. Мне кажется, что в этот раз ты начал куда хуже, Энди. Интересно другое. То, как ты смог так разогнаться в этот раз. Тебя будто бы подменили. Это интересно. Но я все тот же. Перейдем к цифрам. Так кто же в итоге победил? Победил 750С. Он прошел 400 метров за 10,5 секунды. 720С на это потребовалось 10,8. Пришло время заездов на 800 метров со стартовой скоростью 59 км в час. На второй передаче. Итак, три, два, один. Вперед! Это было очень интересно. Ведь ты победил меня буквально на пару сантиметров. Это было нечто. Я, конечно, порой обгонял тебя, но в итоге я малость потерял в управлении и из-за этого проиграл тебе в самом конце. Но в один момент ты вырвался в лидера, и это был конец. Ну что сказать, я даже достиг предела оборотов в один момент. И из-за этого ты меня и догнал. А в управлении проблем нет. У тебя же пирели. Серьезно? А с чего будем быть? Это же лучшая резина. Ну что же, хватит уже выпендриваться, проедем еще раз на второй передаче. Правила все те же. Готов? Три, два, один, вперед! Уже быстрее? Да, так и есть. Опять же, с каждым разом все лучше и лучше. Так что, чему тут удивляться? Ну тут и добавить нечего. Теперь поедем со скоростью 80 км в час на третьей передаче. Легко и просто. Проверим, у кого больше мощности. Ну и момент, разумеется. Шины тут тебе не помогут. Три, два, один, вперед! Ну... Дело не только в шинах, да? Ты в режиме трека? Да, а еще контроль устойчивости тут динамический. Ну что же, может еще раз прокатимся? Ну так, для уверенности. Ровно в тех же настройках. Итак, приготовься. Три, два, один, вперед! Ну что же, это был интересный заезд. Начал ты отлично. Однако, чем дальше, тем было хуже. А потом, все было крайне хаотично. Не было понятно, кто победит до самого конца. Да уж, но я все же догнал тебя пару раз. Я думаю, нужно прокатиться еще разочек на третьей передаче. Прокатимся с ветерком. Ну что же, три, два, один, давай! Мне кажется, все вопросы теперь отпали. Ты, конечно, быстрый, но не настолько. Последние два заезда все доказали. Эта машина куда лучше показывает себя в заездах на 800 метров. Но в конце концов, ты все-таки сумел меня догнать, да? Да, 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 все верно. Я уверен, что эта машина еще сможет показать себя. Просто посмотри, как она летит. Она как ракета. Сегодня мы поняли главное. Все McLaren реально хороши. Они очень-очень быстрые. Да, я уже пять лет его вожу. Проехал на нем 20 тысяч километров. Обожаю эту машину. Она стала частью меня. Я за тебя рад. Пришло время проверить тормоза на скорости 160 километров в час. Кто остановится первым, тот и победит. Разумеется. Как же иначе? Я за тебя рад. Я заставился заранее? Разумеется. Разве я мог поступить иначе? Так и знал. Что ж, эти машины быстры. Обе. Разницы почти нет. И еще я получил важный урок о шинах и их прогреве. Это важно как в заездах, так и при торможении. Ну что, надеюсь, что вам все понравилось. Огромное спасибо владельцам сегодняшних машин. У них, к слову, тоже есть YouTube-каналы. Огромное спасибо Энди и 820-му. Если бы не он, сегодняшнего ролика просто бы не было. Переходите по подсказкам. И ознакомьтесь с прочими нашими роликами на канале. И переходите на Карвау, чтобы сравнить результаты заездов всех автомобилей, которые когда-либо в них участвовали за всю историю канала и наших заездов. Ну и, конечно же, большое спасибо за просмотр.